Снова здравствуйте! У нас снова легирование. Так как мы решили показать все какие-то особенности, видимо, с учетом их количества, изгрузки мокроты, которые мы так максимально старались убрать, дабы они не попали на связки, и сместить их. То есть сейчас у нас буквально 20 сантиметров от резцов по аппарату, то есть здесь, конечно, расширение значительно более выраженное, чем у предыдущих пациентов. То есть вот эти дистальные грозди этих вариксов с красными знаками, местами где-то с такими точками фибрина, то есть вот здесь, допустим, то есть видимо были моменты какие-то частично перенесенные к ручей, но вот это из наших сегодняшних пациентов. Что-то аспирация работает? Да. Да, работает просто беззвучно. Всегда это проверяем до момента легирования. Ну и, собственно, к кардиальной отделу мы подбираемся, как видите, скорее всего, огромные конгломераты вариксов. Да, то есть такие пациенты самые опасные, самые страшные на момент самого вмешательства. Ну, собственно, будем надеяться, что сюда саспирируем лишнее содержимое из желудка. В случае чего оно нам не мешало. Это шипит. Ай, кислород шипит. Ну, собственно, приступаем. И первый же варикс мы видим встречает нас опять непосредственно на аккардии. Сейчас я немножко визуализацию улучшу, чтобы хорошо было видно. У нас супер хорошо визуализируется все через этот прозрачный колпачок. И нет вот этого закрытия кольцами. Видим, что буквально два кольца, как и первично при плавном монтаже. Ну и тут же готовимся к сбрасыванию первых колец. Да, кардиальный отдел. Видим, что легируемые вариксы при выраженном расширении они также больше диаметром, потому что стенки уже здесь истончены, они легко аспирируются, заполняют полностью весь колпак. Таким образом сами грибочки, как мы их называем, то есть они достаточно большие. Соответственно, здесь мы не будем уходить далеко. То есть мы просто поменяем стенку, чтобы у нас было достаточно объема слизистой для аспирации. Тем самым увеличив объем вмешательства за счет дистального легирования. То есть стараемся максимально залегировать. Мы видим вот надалеке видим один варикс, здесь уже сформированный другой. Не отходя далеко от него захватываем третий. Есть система спирального легирования, однако это в тех случаях, когда нет особо выраженных каких-то стволов или вариксов. Потому что когда они есть, мы, собственно, ориентируемся на них. Они просто как-то по спирали, то есть на наиболее расширенные участки, стараясь не удаляться. То есть видим, что за счет того, что они не на одной стенке и не на одной вене, то есть мы можем их достаточно близко друг к другу делать. Ну и смотрите, сейчас мы уже на расстоянии 32 сантиметра, помним, что начиналось от 20, и просвет у нас уже так начинает появляться. Вот, конечно, я очень хочу залегировать вот эту часть, не потому что она, а потому что вот этот такой кончик с фибрином говорит о том, что этот варикс уже частично поврежден. Да, естественно, то есть это такое самое опасное место для кровотечения. И на самом деле, как показывает практика, иногда при аспирации такого рода вариксов, да, то есть может возникнуть уже кровотечение. Ну, пациент опять начинает кашлять, при этом эта зона не так хорошо аспирируется, как хотелось бы, возможно, с тем, что достаточно близко предыдущая зона легирования, но сейчас мы ее все-таки постараемся делать. Там отсосик плотно к аппарату подсоединен, можете проверить. Мне кажется, немножко недостаточно аспирации. Вот, я же говорю, звук лишний был. Вот, теперь аспирировали как следует и, как видим, как раз слетает вот эта пробка фибриновая, но наш лигатор на месте, соответственно, как бы мы чувствуем себя достаточно спокойно. То, о чем говорил, иногда в процессе легирования может позиция нитей меняться. Да, ничего страшного в этом нет. Так, у нас предпоследнее кольцо. Ну, давайте оценим, стоит ли на него использовать будет второй лигатор. Наверное, не стоит, потому что, смотрите, при инсуфляции все более-менее расправляется. Сейчас мы наиболее крупный ствол проксимально выполним. Пациент явно будет повторное легирование, однако, все это не обязательно использовать два лигатора одномоментно, потому что мы уже достаточно проксимально с большим захватом приносившуюся вену. Ну, и сейчас давайте еще раз посмотрим. То есть вены с минимальной инсуфляцией, они спадаются с счетом проксимального расположения и того, что мы ожидаем тромбирования. Конечно, вот эта часть, да, у нас бы было бы неплохо, возможно, тоже залегировать. Давайте посмотрим еще. на противоположной стенке, честно говоря, здесь просится. Да, еще один. Аккуратно отходим от того. Сейчас пациент пока шляет. Мы убегаем от уже... Достаньте еще один легатор, давайте все-таки этот ствол основной тоже еще сделаем. Да, то есть... Да, сейчас мы как раз уберем то, чем кашляет. А в той операционной? А? Нет. В той операционной, нет? Ну, тогда, соответственно, сейчас не будем. Тогда закончим. Не аспирируется у нас содержимое, а очень такой кашляющий пациент. Ну, говорят, что сейчас у нас второй легатор не приготовленный, но, собственно, вот и суп. На самом деле два легатора подряд мы используем крайне редко по той причине, потому что объем семь колец это достаточно большой объем. Если они все легли на место, то, по сути дела, видя, что мы дошли до верхней трети, и в данной ситуации, наверное, можно остановиться, разнеся в любом случае это вмешательство на несколько этапов. Следующий контроль у пациента будет через три месяца, и в зависимости от того, что если будут достаточно выраженные, да, то ему предстоит повторное, собственно, вмешательство. Ну, собственно, в этой операционной у нас пациенты для трансляции на сегодня закончились, поэтому всем большое спасибо от нашей операционной, кто был с нами, потом, наверное, и стоящим вместе прощаемся. Я отдельно хочу, вот у нас пока наша бригада здесь, пока она не сбежала, сказать спасибо нашей анестезиологической бригаде. У нас сегодня такая рыжесолнечная, желто-рыжая у нас тут бригада, анестезиолог Иван Николаевич Душин, всем привет, Марина Михайловна, наша анестезистка, спасибо большое, вот, ну и, собственно, Маша Инеля, мы сегодня две прекрасные ассистентки, спасибо им большое, все прошло достаточно спокойно, спасибо за внимание, за вопросы, которых было хоть и немного, но они были, и спасибо за то, что зонд Блэкмара остался лежать на той полочке, и нам сегодня не пригодился. Всем пока, до встречи,